Спорту, как и любви, все возрасты покорны. Когда самому маленькому теннисисту Украины Дмитрию Кузьминову было 3 года и 9 месяцев, он попал в национальную книгу рекордов Украины. И сейчас теннис помогает ему развивать не только дисциплину, пластику и ловкость, но и многогранно его развивает. Диме сейчас 4 года и 4 месяца, и одной из главных проблем тренеров является найти достойных конкурентов такого же возраста. Когда Дима записался в секцию, ему было всего 2 года и 2 месяца. Заниматься спортом родители ребенка не заставляют. Ему самому нравится. Даже на ночь вместо сказок рекордсмен смотрит теннисные поединки. Когда начал заниматься? Тогда я бы еще мог. Ну скажи, ты сам захотел или тебе папа подсказал, может? Что теннис? Ну я сам. Да? Да. Чем тебе теннис нравится? Потому что я... Потому что я люблю уставаться. Что именно любишь в теннисе? Прыгать. Прыгать? Да. Мы начинали занятия где-то раз в неделю, это было по воскресеньям. Ну то есть это были элементарные, просто традиционные, там какую-то на зрительную память занятия, которые просто его как бы так развивали, подготавливали, там закладывали фундамент на какое-то дальнейшее будущее. Но никакой цели в теннисе не было. Из-за того, что у него стало как бы получаться, ну не по годам он там стал развиваться, мы в свое время подали заявку на вот национальный реестр рекордов Украины, как самый юный теннисист. Это опять-таки получилось все спонтанно, потому что я где-то по новостям увидел, что там какой-то мальчик там спрыгнул с моста, ему там было 5 или 6 месяцев, ну как на этой там Тарзанке или что-то этого плана. Я подумал, почему бы Диму туда как бы не привезти, не показать, как бы возможно будет тоже интересно. Ежедневные тренировки юному теннисисту даются легко. Молодой тренер Владислав Захарченко, получивший лицензию в Испании, специально под него пишет программу в игровом режиме. Занятия в среднем час, без жестких рамок. Для меня это было неожиданно, потому что когда мне сказали в первый раз, что надо тренировать ребенка такого возраста, я рассчитывал на определенную степень и уровень. То есть дети обычно в таком возрасте, им только нужна физическая подготовка, половить мячик, немножко побегать. Когда я пришел на корт, то я увидел уже более сформировавшегося игрока, которому можно было уже объяснять, давать какой-то материал. И мы уже, исходя из этого, сразу же перестроили программу во время первой тренировки. Я ему начал уже стараться переключаться на удары, как-то держать мяч, отбивать, перебивать через сетку. Ну, никакой, не детская группа. Дим, расскажи еще про свою ракетку. Покажи нам ее. Что это за ракетка? Это ракетка. Как ее правильно держать? Вот так. Одной рукой держишь? Или двумя? Нет, двумя, только один. Если тянешься одной, да? Да. А как правильно отбивать? Какой частью ракетки? Куда должен мяч попасть? Сюда и сюда и сюда. Даже маленький попасть. Даже маленький попасть. А так, чтобы закрутить, знаешь, как ударишь? Да, вот так. Для своего возраста у малыша уникальные способности. Он довольно уверенно принимает мяч и даже может бить прицельно и довольно-таки сильно. Как правильно держать ракетку? Вот так. Вот так держать. Как правильно? И как правильно наносить удар? Как ноги должны стоять? Вот так. На ширине плеч? На низе опять. Ага. И покажи вот замах. Как ты делаешь? Вот такой замах. Вот такой и вот такой. Ох, молодец. Играть с ровесниками ему уже неинтересно. Если продолжит прогрессировать, весной может сразиться на корте со значительно старшими соперниками. В его возрасте, конкретно по Украине, я не видел никого. Такого вот, что в 4 года именно на таком уровне играл. Да, я видел детей, которые в 4 года тренируются. Но это совершенно другой идет речь. Совершенно по-другому идет удары, построены тренировки. Ему, я считаю, что на данном этапе будет неинтересно с ними. Потому что он уже перебивает более зрелый игрок в этом плане, чем они. Поэтому, да, мы наблюдали с Артемом то, что есть дети за границей, которые тоже тренируются в таком возрасте. И, возможно, когда-то в каком-то будущем с ними будем сталкиваться, я думаю. Юного таланта уже заметили и в других странах. Ребенку пришло предложение принять участие в мастер-классе в США. По поводу Америки, я вам хочу сказать, что у нас было два предложения, которые, опять-таки, все выходили посредством Инстаграма. Там находили, писали очень много. Ну, вот было два конкретных предложения, Димон. Два таких конкретных предложения было. И я думаю, что в обозримом будущем мы обязательно туда съездим. А дальше уже будет видно. А дальше уже можно поговорить по этому поводу уже после... Димка, аккуратно, после уже как... Димка, хочешь в Америку? Да. Как будешь там заниматься с тренерами? В США. Не боишься? Нет. Скажи, я же с папой поеду, что мне там боятся. Звание самого юного теннисиста для ребенка уже гордость. Он это понимает и беспрекословно выполняет указания тренеров и родителей. Даже если позже перейдет в другой вид спорта, накопленные знания помогут. Главное, чтобы мальчик вырос крепким и выносливым. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».